Всем привет! Вы на канале ОНОК. Меня зовут Татьяна. Вашему вниманию представлены покупочки, которые я сделала сегодня в комиссионном магазине. Я пошла в комиссионный магазин с целью приобрести какую-то посуду. Мне кое-что необходимо и хотелось иметь такое что-то винтажное или антикварное, или просто очень-очень хорошую настоящую хрустальную салатницу. Но все оказалось в коробках. Магазин готовится к переезду. И я немножечко посмотрела на имеющийся там ассортимент, то, что вот еще было не в коробках. Я приобрела запонки вот такие, похожие на желток. Хозяйка магазина лично знает продавца этих запонок. Эти запонки были куплены в советский период, в Новосибирске, в магазине Яхант. Здесь нет никаких опознавательных знаков по поводу производителя этих запонок. Но я думаю, те, кто знают, они знают. А мне это не важно. Мне понравился сам янтарь. И я буду носить с какими-то рубашечками вот эти вот запонки. Также мне понравились вот эти вот бусы. Бусы или цепочка. Здесь тоже природный янтарь. Они сделаны вот так вот утонченно. Вот такой вот необработанный янтарь. Не плавленый. Ну, вот такие вот янтариночки. Вот такой замочек. Вот он, крючок. Я видела такие замочки. Вот не впервые. Встречала их на советских изделиях. Я уже примерила эти бусы колье. Цепочку. Очень утонченно она располагается на шее. И вот у меня есть с чем компоновать эти бусы. Такое интересное приобретение. Совершенно там был огромный выбор бус всяких разных. Но мне приглянулись вот эти вот бусы. Это тоже бусы, купленные в советский период. Из чешского стекла ювелирного. Мне понравились они тем, что вот они такие нейтральные. Их можно сочетать. Здесь вот такие есть матовые бусинки. И бусинки. А, Б. Вот. Может быть я их отдам в переделку. И поменяю здесь замки. Хотя замки неплохие. Я так рассмотрела. Вот. Неплохо сделано все. Ну вот такие вот переливающиеся бусы. Сверкают. Вот эти бусы новые. Тоже из чешского ювелирного стекла. В камеру они более насыщенные. А так они менее насыщенного цвета. Но у меня есть такое подозрение, что это не Чехия, а Китай. Потому что сдали оптовики. Там был огромный, огромный выбор этих бус. И мне вот эти понравились тем, что у них нет никаких элементов металлических. И возможно тоже я отдам их ювелиру, чтобы мне сделали замок. Поскольку это бусы очень длинные. Я их примерила. Они тоже неплохо смотрятся. Ну вот хочется, чтобы был замочек. И чтобы смотрелись они более закончено. Но это такое вот тоже стекло. Оно тоже переливается всеми цветами радуги. Такие вот приобретения. Но когда я уже рассчиталась за эти покупочки и выходила из магазина, меня почему-то куда-то вдруг потянуло и осенило, что я должна еще что-то посмотреть. И я посмотрела и нашла. И вдруг я увидела вот такую сумочку. Что-то у меня промелькнуло в мыслях, что где-то я это уже видела. Я не хотела покупать сумку, не планировала, потому что я сумки Б.У. не люблю. Их отмыть и привести в надлежащий вид практически невозможно, на мой взгляд. И я взяла в руки эту сумочку. Это оказалась абсолютно новая кожаная сумка Дорфлингер. Эту фирму я знаю. У меня была точно такая же сумка, но она была по типу саквояжа. У меня украли ее со всеми моими вещами, включая паспорт, ключи. В общем, все, что было в сумке и сумку. Вот у меня остался вот такой кошелек этой же самой фирмы. Это кожаная сумочка. Довольно-таки хороший бренд. Абсолютно новая сумка. Я и сразу это заметила. Ну, а затем, когда я увидела этикетку, я заметила это по ручке, по всем признакам. И там вещи в этом магазине, поскольку они переезжают второй раз уже немножечко такие припыленные, требуют какого-то определенного ухода. И здесь я вижу, что вот эта сумка, она ничего этого не требует. Вижу, что это прекрасная сумка. Ну, и когда я посмотрела и увидела цену, а я знаю цены на эти сумки, то я тоже была приятно удивлена. Ну, и, конечно, я не раздумывая приобрела эту сумку. Вот здесь она закрывается на замочек вот таким образом. Вот ДФ и открывается, и закрывается. И там кое-что уже мои вещи. Вот все очень хорошо. Карманы. В общем, абсолютно замечательная, можно сказать, роскошная сумка. Здесь тоже замечательный такой вот карман. В общем, можно сказать, что мне несказанно повезло. Всем пока!